Друзья, я очень рада вас видеть на своем первом, первом уроке интенсива «Твоя земля 2023. Как приобрести земельный участок на торгах». То есть это самый простой и самый легкий способ приобретения земельных участков. О торгах я могу говорить бесконечно много, да, то есть сразу вас предупреждаю, но мы разберем только важную информацию, которая необходима именно вам для того, чтобы понимать, где и как это сделать. Вы успешно выполнили домашние задания. Вы молодцы! Именно поэтому вы допущены до этого урока. Если бы вы его не выполнили, то вы бы сейчас на этом уроке не присутствовали. И в предыдущем видео мы с вами говорили о том, что любой гражданин Российской Федерации согласно земельному кодексу имеет право приобрести земельный участок. И это ключевой момент, потому что сейчас мы будем именно разбирать, где, как это может сделать. И самый главный такой момент, что так как мы говорим про торги, да, то есть про земельные участки именно на торгах, то торги, на которых мы можем приобрести земельные участки, в данном случае у нас идут муниципальные, это государственные торги. И важно понимать, почему сейчас самое время этим заниматься. На самом деле этим можно было заниматься и в 15-м году, и в 90-х годах, но просто нам об этом никто не рассказывал. И мы не знали, и мы не видели ценности того, что находится вокруг нас. И давайте с вами разберем, да, то есть почему самое время сейчас заниматься муниципальными торгами. Ну, во-первых, потому что сейчас у нас идут самые низкие цены и самая маленькая конкуренция на земельные участки. То есть люди, которые с ними работают, они видят в этом ценности, а те, кто не работает, они не видят. У нас идет запрет на участие иностранцам, то есть иностранное лицо не может приобретать в России для себя земельный участок. И в кризис, а мы сейчас знаем, что у нас кризис, который не проходил с 2014 года, но лучше с нами, чем где-либо. Здесь вы можете приумножить свой капитал, сохранить свой капитал, да, то есть и заработать без стартового капитала. Мы, конечно же, это будем разбирать в следующих видео. Что у нас сейчас происходит с рынком муниципальных торгов? Давайте разберемся. И очень такой важный момент. В конце 2014 года произошло у нас два события. Ввели массовые санкции, да, то есть и сначала на спецоперации у нас еще больше стало массовых санкций, и начался мощный экономический кризис. Он шел с 2014 года, и мы думали, планировали, что-то предпринимали, то есть мы не знали, как нам выжить. И в кризисной ситуации у государства всегда, ну, во-первых, у государства всегда есть активы, и в кризисной ситуации они их просто распродают, в том числе, которые были неприватизированы со времен ВССР. То есть ВССР раздавали имущество, никому оно не нужно, государство распродает на наших любимых торгах. А сейчас у нас есть взаимодействие двух факторов. Это финансовый кризис и огромное предложение. То есть нереально много имущества выставляется на торги. Также у нас есть санкции и запрет на участие в торгах нерезидентов. То есть круто, что только жители Российской Федерации могут участвовать. То есть любой гражданин, вы помните, это было в самом начале видео. То есть как бы получается, что, ну, как бы это ни звучало, но государство создает условия для активных людей внутри страны. Главное понять все эти нюансы, именно как это делается, всю эту внутреннюю механику. И сейчас из-за санкций граждане других стран, да, то есть не имеют возможности легально работать на российском рынке. То есть не могут выкупить недвижимое, недвижимое, недвижимое имущество. Они не могут выкупить, не могут оставить его себе, например, потом, чтобы когда-нибудь приехать в Россию. То есть доступ иностранного капитала на наш рынок значительно сокращен. И чтобы вы понимали, да, то есть давайте посмотрим это в цифрах. Более 30 тысяч лотов выставляется каждый год на торги по муниципальному имуществу. Менее 15% лотов выкупается. Ну вот реально 15% и, наверное, 10 из них выкупаем мы. Ну потому что в России кризис. У людей просто, у кого-то денег нет, да, то есть кто-то подает на банкротство массово и так далее. То есть причин, ну на самом-то деле, просто нереально много. 85% висят в течение долгого времени. Цена на них постоянно снижается. Да, то есть, ну почему бы не взять этим и не воспользоваться, и не купить это имущество за копейки, да. То есть когда она по рынку стоит миллион, почему бы не выкупить его за 100, за 200 тысяч. Но неужели это так сложно? На самом деле, да, то есть половина, вот реально половина из этих лотов реально выкупить за копейки. Просто важно понимать, где, как, с чем мы работаем и какие нюансы при этом возникают. Приватизируйте, пока вам дает наше государство, да. То есть вы видите лица известных людей, которые в 90-х годах просто нереально разбогатели на том, что сейчас я вам говорю, и вы тоже можете разбогатеть, да. То есть если вы умеете правильно все это делать, если у вас есть схема пошаговая, как, зачем, для чего и почему, да. То есть вы не виноваты, что вы не успели в 90-е, просто вас никто не научил. Сейчас время нисколько не поменялось, и вы также можете еще зайти в этот рынок, в государственный рынок, и на этом разбогатеть, ну, либо как минимум на этом заработать. Итак, мы с вами переходим к первому способу, как приобрести земельный участок на торгах. Этого долго ждали, а вот, наконец-то, мы нашли. Итак, как приобрести земельный участок на торгах? Давайте, наверное, сначала разберемся, что такое вообще торги. То есть я говорю торги, 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 а что это такое? Ну, кто-то не знает, кто-то уже знаком. Ну, давайте. Торги – это такая открытая, скажем так, продажа имущества всем желающим путем проведения аукциона. Почему я говорю путем проведения аукциона? Потому что мы разбираем земельные, да, то есть вопросы, поэтому земля у нас всегда продается только путем аукциона. Поэтому имущество государства выставляет, да, то есть муниципалы, государства выставляют свое имущество, и все, кто хочет, может прийти и выкупить земельный участок путем проведения аукциона. Что такое аукцион? Аукцион – это повышение цены. То есть, к примеру, земельный участок там стоит 1000 рублей. Шаг – это поднятие цены, составлять 100 рублей, да, то есть 10%. Условно просто все цифры здесь написаны. Итак, старт – 1000 рублей. Кто больше там? 1100, 1200, 1300 и так далее. И ключевой момент, что побеждает здесь тот, кто предложит максимальную цену. Но тот, кто предложит максимальную цену, или тот, кто подаст одну заявку на участие. Еще раз вам говорю, большинство торгов, они признаны несостоявшимся. И с единственным участником, то есть тот, кто подал заявку на участие, заключает договора. Просто этих нюансов никто не знает. Давайте дальше разберемся, какие бывают торги. Торги бывают, я сейчас говорю про муниципальные торги. Муниципальные, то есть государственные. Есть банкротные торги. Банкротные – это когда имущество забирают за долги. И залоговые, когда человек рассчитаться, например, не может, и у него залог забирают. То есть муниципальные – это государственные. Это все то, что продают государства, муниципалитеты. То есть все муниципальные образования, все то, что продается у государства, где оно продается. Все это госимущество. И давайте мы с вами зайдем на наш сайт, с которыми мы будем знакомиться. Постоянно знакомиться. Это называется сайт торги.gov.ru Сейчас мы на него перейдем и посмотрим. Мы на примере разберем сначала полностью все имущество, а потом уже… Так, сейчас мы перейдем. Итак, мы сейчас с вами перейдем на сайт торги.gov.ru Итак, друзья, нас с вами перебросили на сайт торги.gov.ru либо по-другому – ГИС торги. То есть, как вы видите, у нас с вами ГИС торги схожи чем-то с нашим сайтом, то есть госторги. И вот здесь вот у нас что, приветствуем вас в ГИС торги, то есть приветствуем. Здесь есть торги, реестр договоров, законодательства, аналитика. Обратите внимание, торги Российской Федерации. Недвижимость, земельные участки, транспорт и другое имущество. То есть, на самом деле у государства можно приобрести очень много разного имущества. И давайте посмотрим, какое. Если мы кликнем с вами на вкладку торги, у нас откроется категория имущества, то есть транспорт, недвижимость, земельные участки, акции и доли, права пользования, строительство и развитие и так далее. И все вот это имущество, то есть категория имущества, делится на виды торгов. Виды торгов, да, то есть категория имущества – это конкретно продается автомобиль или сдается в аренду, то есть это все-все-все-все-все торги, которые могут быть. А есть виды торгов, то есть по ним участие происходит абсолютно отдельно. То есть у них отдельные правила, отдельные условия, отдельно как подавать заявку, как участвовать, да, то есть какие нюансы могут быть. И здесь у нас есть вот очень-очень-очень много, то есть аренды и продажи земельных участков, безвозмездное пользование и так далее. То есть мы можем выбрать абсолютно любой и работать с этим. Так как мы работаем арендой и продажей земельных участков, мы позже вернемся. А сейчас, к примеру, давайте выберем просто транспорт и вообще посмотрим, да, что у нас продается, к примеру, из автомобилей. Итак, у нас подгрузились наши автомобили, давайте посмотрим, что, например, продается. А легковой автомобиль ВАЗ-21101, да, то есть ЛАД-10, за 24 тысячи рублей. То есть здесь вы можете какую-либо первичную информацию посмотреть. Автобус, подъемный кран, снегопогрузчик, автобус, комбайн, Toyota Vista 95-го года, то есть КАМАЗ. Ценники абсолютно разные, регионы также абсолютно разные, просто нужно смотреть, искать вообще, что нам хочется и что нам необходимо приобрести, да, то есть, еще раз говорю, мы здесь просто выбрали категорию, то есть категорию, то, что мы можем с вами найти и посмотреть, да, то есть здесь вот какие-то комбайны, вижу ГАЗ-27 УАЗ, трактор, там, Toyota Land Cruiser за 560 тысяч УАЗ, да, то есть и так далее. На самом деле, ну, имущество продается достаточно много. Вы можете зайти, посмотреть, кстати, это будет вашим домашним заданием, просто познакомиться, ссылку на видео дополнительно, как с этим работать, чтобы вам это все не искать, я вам покажу, соответственно, ну, оставлю. Но, так как мы с вами разбираем только вот то, что нам необходимо, потому что имущества много, видов торгов много, все это знать, все это запоминать вам не надо. По большей части, ну, вы практически работать сможете, если вот в реальности только с 10% того, что там показано. Мы рассмотрим только земельные участки. И сейчас мы с вами вернемся к нашему сайту торги.go.ru и пойдем в раздел аренда и продажа земельных участков. То есть, так как нас перебросило на новый интерфейс, я не буду ничего придумывать. И вот здесь я выберу, к примеру, субъект места нахождения имущества. Ну, что мы возьмем? На самом деле, сложно, вот ничего нету, да, то есть давайте возьмем просто Московскую область. Она нам больше всего будет интересна. Сайт может часто виснуть, поэтому не пугайтесь, да, то есть и возьмем субъект места нахождения имущества. То есть мы возьмем, ну, Московскую область, как я уже сказала. Пока все подгружается, еще раз говорю, виснуть он может часто, много может не работать, страшно в этом ничего нету, просто либо перезагрузите, либо немножечко подождите. Выбираем, ну, Москва нам не нужна. Москва это город федерального значения, то есть там много имущества мы не найдем. Выбираем Московскую область. Пролистнула. Вы дома выберите свой регион или тот регион, в котором вы хотите работать или, к примеру, приобрести земельный участок. Выбираем Московскую область, и здесь нам покажется вообще все имущество, которое есть в Московской области. Хотя на самом-то деле нам этого всего не надо. Дальше у нас есть такая фраза, как вид торгов. Если мы кликнем по виду торгов, то нам предложат варианты. В данном случае это аренда и продажа земельных участков, так как мы с ними работаем. То есть именно с арендой и продажей земельных участков, так как наш интенсив посвящен земельным участкам. И первый способ это взять на торгах. На каких торгах? На муниципальных, на государственных, которые размещены на сайте торги GoFru. То есть муниципалы обязаны размещать всю информацию земельных участков на сайте торги GoFru. Раздел аренды и продажи земельных участков. Как это сделать? Я сейчас вам это показываю. И вот здесь нам показывается все то, что продается. И когда мы перейдем в параметры лота, выбираем статус. Опубликован. И прием заявок. То есть это то, что это те торги, которые на текущий момент у нас идут актуальны. Это то, на чем мы можем заработать сегодня, завтра и послезавтра. То есть это не те, которые были когда-то. Это вот они здесь и сейчас. И на что нам следует обратить внимание, что у земельного участка всегда есть цена. Вы иногда будете видеть, что у земельного участка нету цены. Но мы будем более подробно с этим разбираться. И что мы здесь видим? Вот первично мы здесь видим прием заявок. Мы понимаем, что это электрон. Аукцион электрона – это когда он проходит на какой-либо площадке. Вот в данном случае это площадка, на которой проходит РТС-тендер. У аукциона всегда есть, у земельного участка всегда есть цена. И в данном случае это вот цена 548 тысяч стартов. Площадь земельного участка – 20 соток. И мы можем посмотреть, где он находится. То есть обратите внимание, здесь написано аренда земельного участка практически 21 сотка, то есть 2000 квадратных метров для личного подсобного хозяйства в городском округе Кашира. И здесь указан кадастровый номер. Также ниже у нас есть тоже какая-либо информация о земельном участке. То есть этот стоит 548 тысяч. Ну вот есть, который 54 тысячи. То есть давайте на нем остановимся, но он более-менее интересен. Что я здесь вижу? Я вижу какие-либо фотографии земельного участка. Они могут быть размещены, могут быть не размещены. Здесь я вижу, что прием заявок я выбрала. То есть я сама выбрала, что прием заявок. Вижу, что электронный аукцион. И вижу, на какой электронной торговой площадке он проходит. То есть торги ГОВ – это только агрегаты, с которыми мы работаем. Также я вижу начальную цену. Начальные цены, так как это аренда земельного участка, всего 15 квадратных метров, это 15 соток, для личного подсобного хозяйства. В городском округе Ступино. И у нас есть здесь указан кадастровый номер. Ежегодная аренда 54 тысячи рублей. Мне он интересен. И я на него перехожу. Кликаю правой кнопочкой и нажимаю «Открыть в новом окне». И давайте посмотрим, что вообще. Да, то есть это была первичная информация. Сейчас давайте посмотрим, какую информацию он нам выдаст. Вы смотрите непосредственно в своем регионе то, что у вас есть. Ждем, пока подгрузится. Ждем, пока подгрузится. Пока у нас все это подгружается, мне бы хотелось о чем вам сказать, что у нас есть аренда, а есть продажи земельных участков. Аренда от продажи отличается. Да, то есть а вот чем она отличается, мы это в этом же уроке будем разбирать. От этого зависит, в принципе, стоимость земельного участка. Итак, возвращаемся к нашим земельным участкам. У нас уже все подгружается. Смотрим, что у нас, в принципе, здесь все, что откроется, какую информацию мы здесь можем найти. Еще раз говорю, когда сайт очень часто подвисает, к примеру, когда открыто много вкладок, когда, да, то есть техника работает очень много, и сайт он также профессиональный, он очень много ест, поэтому будьте внимательны, если у вас много-много всего открыто, лучше закрыть. Я закрыть не могу, поскольку записываю для вас видео урок. То есть, что я здесь вижу еще раз. Аренда и продажа земельного участка. 15 квадратных метров для личного подсобного хозяйства в городском округе Ступино. И вижу кадастровый номер. Да, то здесь я предварительно вижу по фотографиям, что участок достаточно ровный. Вижу начальную цену, вижу шаг, на который будет подниматься у нас цена. Вижу вид торгов, аренды и продаж земельных участков. Это то, что нам нужно, то, что мы выбирали. Электронная площадка – это РТС-тендер, субъект местонахождения имущества и дата окончания подачи заявок. То есть, 18.04.18.00 по московскому времени будет окончание подачи заявок. Да, то есть, и здесь я что для себя еще ищу интерес. То есть, срок аренды – 13 лет и 2 месяца. 13 лет и 2 месяца я могу платить по вот этой начальной цене, если выиграю данный земельный участок. И работая, да, то здесь я вижу, куда задатки перечисляются, здесь я вижу кадастровый номер. Кадастровый номер – это личные границы индивидуального земельного участка. Да, то есть, вот ключевое слово – личные, прям реально границы индивидуального земельного участка. Эти границы мы смотрим в публичной кадастровой карте. Публичная кадастровая карта – это официальный источник от Росрегистров. Он нам нужен, он нам будет просто необходим при работе с земельными участками, как со свободными, так и с торгов. Да, то есть, ну, более подробно будем, конечно же, это разбирать, но пока ключевой момент. То есть, кадастровый номер я на текущий момент просто скопировала. Что я вам хочу сразу сказать. 54 тысячи аренды, да, то есть, просто запомните, что это такое. Дальше будем разбирать. Итак, земельные участки можно приобрести как в аренду, так и в собственность, да, то есть, но сделать мы это можем первым способом, еще раз, на торгах. То есть, земельные участки, еще раз, два вида, да, то есть, я прям вам уточняю, чтобы вы не запутались, не перепутали, да, то есть, два вида. Это аренда и это продажа. Аренда, именно аренда, это то, что мы с вами берем во временное пользование. И если мы выполняем какие-либо условия, условия, да, то есть, то мы можем забрать уже земельный участок, это в собственность. И аренда привлекательна относительно всегда маленькой ценой, да, то есть, по сравнению с рынком, по сравнению с продажей, аренда, она всегда, всегда будет дешевле. Но, на самом деле, все это зависит от регионов и от тех муниципальных образований, которые выставляют земельные участки на торги. И продажа, да, то есть, продажа, это когда мы не выполняем никаких условий, а просто подаем заявку, берем сразу в собственность, оформляем на себя и делаем земельным участком вообще все, что мы хотим. И продажа привлекательна тем, что нам ничего не нужно там делать, строить, выполнять какие-либо условия, просто взяли и уже можем перепродать. И от чего зависит вообще стоимость имущества, да, то есть, давайте сразу разберем, от чего зависит стоимость земельного участка, как она вообще складывается, цена. И как вообще по земельному законодательству, когда муниципалы продают земельные участки, продают, сразу выставляют на торги с продажей, да, то есть, не в аренду. У нас идет либо кадастровая стоимость, и это 100% от кадастровой стоимости, либо рыночная стоимость. Рыночная – это когда муниципалы делают оценку и выставляют уже непосредственно на продажу по оценке. И вот такой ключевой интересный момент, то есть, в 90% случаев в регионах выставляется все по кадастровой стоимости, потому что оценочная стоимость – это расходы. Это, ну, расходы никому не нужны, они в бюджет не заложены, поэтому в законодательстве есть, ну, выставляем по кадастру. А при выкупе из аренды, да, то есть, у нас, мы учитываем всю ту же самую кадастровую стоимость, но там минимально идет 3% от кадастровой стоимости. То есть, понимаете, что земельный участок, который мы с вами рассматривали за 54 тысячи, это была только аренда, да, то есть, давайте его же разберем, за сколько мы его сможем выкупить. И сколько бы он, к примеру, стоил на торгах. Для этого нам с вами понадобится публичная кадастровая карта, то есть, эту стоимость мы будем рассматривать в публичной кадастровой карте. И сейчас я перейду в публичную кадастровую карту. Она работает официально от Росреестров. Очень часто она не работает, очень часто виснет, но, тем не менее, мы с ней обязаны работать. Это наш с вами необходимый инструмент. Набираем ПКК, публичная кадастровая карта. Если вдруг она виснет, да, то есть, при анализе земельных участков она вообще нам просто необходима. Но если мы хотим первично посмотреть, к примеру, кадастровую стоимость, нам подождет, подождет, нам подойдет и публичная вот ЕГРП-365. То есть, в целом, если основная карта не грузится, кадастровую стоимость мы можем посмотреть и в другом месте. Если она грузится, если все окей, то, конечно же, лучше работаем с официальным источником информации. Но это просто для нас необходимость. Так, давайте подождем. В данном случае нам просто нужно для однокомительной версии, поэтому мы с вами перейдем на более легкую версию, это ЕГРП-365. Она более чаще работает, она не зависит от выходных, да, то есть, она практически всегда работает. Поэтому мы перейдем на нее и в объем здесь наш кадастровый номер земельного участка, который мы с вами рассматривали за 54 тысячи рублей. Кадастровый номер у нас всегда располагается вот здесь внизу, кадастровый номер земельного участка. Это если он у нас имеется. В большинстве случаев он у нас имеется, потому что эти торги вновь образованные, да, то есть, новые торги, вновь образованные земельные участки. И здесь мы можем заказать выписку ЕГРН для того, чтобы посмотреть какие-либо обременения и ограничения, но в случае с земельными участками у нас они обычно все пишутся в документации. И здесь ввели кадастровый номер, Ctrl-C, Ctrl-V я сделала, либо мышкой кликнули, выделили, копировать. И здесь у нас пока идет загрузка данных, то есть, как только загрузится, мы сможем посмотреть с вами место положения земельного участка и какую-либо первичную информацию, да, то есть, вот кадастровый номер не загрузился. То есть, видим, как у нас вообще располагается земельный участок, да, то есть, первично можем посмотреть, где рядом располагается дорога, наличие соседних земельных участков, наличие зарегистрированных домов. Они всегда красненькие показываются, где у нас есть какие-то красные линии, да, то есть, и, в принципе, вот, вот, судя, то, что ниже, это старые земельные участки. Так у нас обычно в СССР все делали, да, то есть, выдавали, а потом делали границы, да, то есть, смотрим, что он нам выдает. Вот, можем ли мы посмотреть там кадастровую стоимость, если нет, то нам придется перейти на наш официальный источник. Нет, здесь он нам не выдает, то есть, EGRP-365 не выдает кадастровую стоимость, поэтому нам в любом случае придется перейти на публичную кадастровую карту, официальную версию. Итак, мы с вами находимся на официальном источнике, это публичная кадастровая карта, часто не крутится, не работает или, в принципе, очень плохо работает, но это нам просто необходимо. И здесь мы также, как в EGRP-365, мы вставляем кадастровый номер того же самого земельного участка, который нам был необходим. И нам не просто важно местоположение рассмотреть, да, то есть, где он и как находится, нам важно посмотреть кадастровую стоимость земельного участка. Вот, обратите внимание, кадастровая стоимость земельного участка составляет 775 тысяч рублей. На торгах, на торгах, этот земельный участок, да, то есть, право аренды стоит 54 тысячи. И если бы муниципалы выставляли бы его на продажу, то они бы выставили за 775 тысяч рублей. Да, то есть, вот, 775 тысяч рублей. А если мы сейчас с вами откроем калькулятор и посмотрим, сколько будет, ну, я точно знаю, мы уже работали с Москвой, что Москва, Московская область, ну, Московская область, если быть точнее, то 3% у нас будут составлять, сейчас мы прямо на компьютере перейдем, можете пока открыть калькуляторы. Итак, 775 тысяч, умножаем на 3%, получается 23 250 рублей. То есть, мы, к примеру, взяли земельный участок с начальной ценой за 54 254 рубля, ну, пускай будут 54 тысячи рублей. За 500 тысяч, 500 тысяч мы построили там небольшой дом для своего личного проживания, для перепродажи нам не важно. И выкупили вот этот земельный участок за 23 тысячи рублей. Круто, круто. То есть, мы не просто взяли земельный участок, мы построили на нем дом, да, то есть, выполнили условия и выкупили. Все это мы сделали за год. Да, то есть, понятно, что мы продать его можем намного дороже. Либо вы можете сразу напрямую у муниципалов, если они выставили, приобрести эти 15 соток за 775 тысяч рублей и реализовывать уже просто пустой земельный участок. Но, чтобы у вас было понимание, да, то есть, продать земельный участок с домом, с домом намного проще, намного выгоднее, чем продать пустой абсолютно земельный участок. Именно поэтому аренда считается самой привлекательной. Но, те, у кого нету своих финансового строительства дома, да, то есть, и когда кадастровая стоимость не очень большая, в этом случае спокойно можно приобретать по кадастровой стоимости. То есть, условия необходимо прям вот смотреть в каждой, в каждой администрации. Давайте немножечко с вами поговорим, от чего зависит стоимость земельного участка. Да, то есть, вообще, от чего она зависит, да, то есть, первое, от постановлений в регионе, в котором вы будете работать. То есть, в Московской области у нас небольшой процент идет от кадастры, это аренда, и плюс дополнительно 3% выкуп от кадастровой стоимости. В Томской области, в Томском районе, если быть конкретно, в некоторых муниципальных образованиях у нас аренда идет 100% от кадастров, аренда в год 100% от кадастров, и выкуп составляет 3% от кадастров, 30% от кадастров, а где-то даже 100% от кадастров. То есть, взяли в аренду 100% от кадастров, плюс 100% от кадастров вы еще потом выкупили, при этом вы построили дом. Ну, то есть, нелогично в такие земельные участки заходить, когда их можно просто без дома приобрести по кадастровой стоимости, да, то есть, и именно поэтому важно научиться работать с администрациями и с постановлениями в вашем регионе. Также стоимость земельного участка зависит от того, где расположен земельный участок. То есть, говоря простыми словами, в населенном пункте, да, то есть, либо вне населенного пункта, ну, стоимость всегда разная. Назначение земельного участка, то есть, чтобы вы понимали, промки, промо-участки для предпринимательства, для продажи, они всегда являются самыми дорогими земельными участками. И ЖС, ЛПХ, они всегда идут, у них идет такая средняя цена. Сельхоз, земельные участки для садоводства, да, то есть, они идут самые дешевые, самые недорогие. Но на каких-то можно строить дом, на каких-то нельзя. И все зависит от вида права аренды. Да, то есть, вид права аренды, от вида права либо продажа, либо аренда, да, то есть, вот мы понимаем, и дальше уже рассчитываем, как мы хотим приобрести, за какую стоимость, и сколько нам для этого нужно наших влажений, если мы берем для себя, либо мы то же самое можем сделать для наших клиентов, да, то есть, оказать услугу по выкупу земельных участков с торгов. И у нас земли делятся вообще на две категории. Это земли поселений и земли сельхозназначения. А дальше уже, ну, назначение земельных участков, их очень много, они разные, но самое главное, это индивидуальное жилищное строительство, это личное подсобное хозяйство, это то, с чем мы работаем. Земли сельхозназначение, это также личное подсобное хозяйство на полевых участках, дачной у нас сейчас нету такого определения, это садоводство, садоводство нельзя строить для ведения садоводства, можно строить жилые дома, можно там прописываться. и ведение крестьянско-фермерского хозяйства, но это уже для тех, кто открывает какой-либо бизнес. То есть это то, с чем мы с вами работаем. Причем на торгах мы с вами не ограничены, да, то есть на торгах мы с вами можем абсолютно любое купить земельный участок, как промназначение, ЖС, ЛПХ и так далее, да, то есть там нам сразу прописывают так, и мы можем искать свободные земельные участки. И именно этим мы с вами, именно этими землями, именно с этими землями мы с вами будем работать, да, то есть и следующие наши видео уроки будут посвящены это поиску земельных участков, это формированию свободных земельных участков, где дешево взять земельные участки, да, то есть где их в принципе вообще найти, как искать, как формировать, да, то есть и так далее. И ваше домашнее задание после этого видео, то есть это очень важно, что вы находились все это время здесь со мной, что вам необходимо будет сделать. Первое это найти земельные участки, ЖС или личное подсобное хозяйство на сайте торги GoFru в разделе аренды и продажи земельных участков, как я вам это показывала. И сделать скриншот, скриншот прикрепить, конечно же, в комментарии, да, то есть любым удобным для вас способом, чтобы вы могли открыть, посмотреть. Это первое задание. И второе задание, да, то есть вам просто нужно познакомиться с публичной кадастровой картой, да, то есть, ну вот, скопировать кадастровый номер в торги GoFru и вставить в публичную кадастровую карту, да, то есть, чтобы посмотреть кадастровый номер земельного участка и кадастровую стоимость земельного участка, да, то есть, и также все это скриншотами прикрепить к нам в комментариях. И только после этого вам откроется доступ к другому уроку, потому что если вы не научитесь работать с сайтом торги GoFru, если вы не научитесь работать с публичной кадастровой картой, к сожалению, дальше мы с вами работать с землей не сможем. Поэтому делаем, выполняем и до встречи в следующем видео.